МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И команда детской школы искусств Лира Альянс. Аплодисменты нашим участникам. В течение нашей программы команды будут выполнять задания и получать баллы за правильные ответы. Жюри будет оценивать ответы участников команд. Спешу представить наших экспертов. Сегодня в нашей студии кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Андрей Феликсович Пантелеев. Здравствуйте, Андрей Феликсович. Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка для иностранных учащихся Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Инна Викторовна Ковтуненко. Здравствуйте, Инна Викторовна. И председатель жюри, кандидат филологических наук, член экспертного совета тотального диктанта, преподаватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Кира Михайловна Дружинина. Здравствуйте, Кира Михайловна. Ну что ж, друзья, пришло время познакомиться с участниками команд. Команда Todes. Расскажите о себе. В принципе, мы из команды Todes. Это Маша. Ей 14 лет. Она увлекается танцами и мечтает в дальнейшем стать танцором. Ее зовут Ильяна. Ей 14 лет. Она увлекается музыкой 7 лет и танцами. Меня зовут Роза. Я тоже увлекаюсь танцами и смешанными единоборствами. Спасибо вам большое. Аплодисменты. И, конечно же, мы хотим услышать девиз вашей команды. Todes – это сила, которая непобедима. Очень интересно. Аплодисменты. Пожалуйста, самородки, расскажите о себе. Меня зовут Мария. Я учусь в детской школе «Скуслира Альянс» и состою в музыкальном кружке самородки. Я увлекаюсь пением, я выступаю на конкурсах и фортепиано. Аплодисменты вам, Мария. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Бандюков. Я ученик школы детских искусств «Лира Альянс», а также являюсь участником ансамбля «Самородки». Я в свободное время люблю читать книги. Аплодисменты, Владимир. Здравствуйте. Меня зовут Арина Коваленко. Я ученица музыкальной школы «Лира Альянс». Также являюсь участником вокального ансамбля «Самородки». Увлекаюсь фортепиано и пением. Аплодисменты вам. А может быть, три ноты, может быть, четыре прямо сейчас. Споете нам? Мы веселые ребята, мы танцуем и поем. Мы зовемся самородки, песня «Наш родимый дом». Аплодисменты. Я так поздравляю с вами, как и делись вашей команды. Молодцы, ребята. Ну что же, пришло время приступить к игре. 11 апреля 1968 года родился Сергей Васильевич Лукьяненко. И все наши сегодняшние задания будут связаны с произведениями русского писателя. Первый конкурс называется «Хитрая буква». Каждая команда получает по 10 слов, в которых необходимо вписать правильные буквы. А для этого, конечно же, нужно вспомнить соответствующие правила русского языка. Правильная написанная буква принесет участникам команд 0,1 балла. Таким образом, не допустив в этом конкурсе ни одной ошибки, команда может заработать 1 балл. Слова перед вами. Время пошло на размышления 1 минута. Чай. 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 Время и стекло. Аплодисменты участникам команд. Ну, давайте с вас и начнем. Извияние. Мы думаем, что там буква И. Извияние. Обремление. Мы не вставили. Мы не вставили букву. Забрежил. Мы тоже не вставили букву. Винегрят мы вставили букву Е. Разочарованный мы вставили букву О. Бессловесный мы вставили две буквы С. Отчаяние мы вставили Я. Местность мы вставили Т. Претендент мы вставили Е. И количество Л. Аплодисменты участникам команд. Послушаем наших экспертов. В третьем слове, первое, второе, третье слово, у вас возникли некоторые проблемы. Скажите, пожалуйста, вам слово первое известно, значение этого слова? Нет. Нет. Неизвестно. Поэтому вы и сомневались, да, какую букву вставить. Там не буква И, там буква А. Это слово изваяние. Скажите, сейчас, когда я произнесла это слово правильно, у вас какие-то мысли появились? Вот и значение. Нет? Нет. То есть не знаю значение слова, собственно, поэтому да. В слове обрамление. Так же. Вы тоже не знаете. Давайте пойдем. Первое слово, да, изваяние. Что это такое? Для того, чтобы стало понятно, почему. Глагол ваять. Ваять, что делать? То есть из камня высекать. По большому счету, что такое изваяние? Это статуя. Конечно, естественно. Вы просто часто не встречаете это слово. Второе слово. Обрамление. От слова рама. Да, что-то мы с вами берем картину какую-то, да, и помещаем ее в раму. Вот это обрамление. То есть естественно, что когда становится понятнее, сразу понятно, какая буква там должна быть. Да, и последнее слово забрезжил. Действительно, очень сложная позиция. Там два согласных рядышком стоят. То есть из и ж мы должны, да, с вами обе согласные эти употребить. Но в целом вы молодцы. Это не самый простой конкурс. Молодцы. Самое главное, что теперь вы запомнили эти слова. Да. В тех словах, в которых вы допустили ошибки, я думаю, что вы после этого конкурса делать их никогда больше не будете. Потому что точно будете помнить, как это на самом деле. Слушаем команду самородки. По дешевке. Буква Ё. Коллектив. Две буквы Л. Рассвет. Две буквы С. Имитация. Буква И. Отражение. Буква А. Приемник. Буква И. Отклониться. Буква О. Соскочить. Буква О. Прецедент. Буква Д. Все проходящее. Буква О. Скажите, пожалуйста, давайте вернемся к слову приемник, вы сказали, да? А у вас там в скобках есть пометка? Приемник традиций. Тогда, ну вот если мы говорим с вами приемник, что это слово означает? То, что он принимает что-либо. Принимает что-либо, да? И тогда вы абсолютно правильно поставили букву И. Если мы имеем в виду передачу традиций. Ну тогда будет буква Е. Да. Потому что близкое значение предприятия. Конечно, 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 абсолютно верно. И последняя позиция. Ну я подозреваю, что просто не встречалось вам это слово. Все преходящее. Там должна быть буква Е. Точно так же, да, пере, пре, уходит что-то. То есть мы имеем в виду, да, вот это значение. И, соответственно, с вами используем букву Е. Ира Михайловна, подведите, пожалуйста. Да, подводим итоги. Итак, за первый конкурс команда группы Тодес получает 0,7 балла. Аплодисменты команде Тодес. И за этот же конкурс команда группы Самородки получает 0,9 балла. Аплодисменты вам. Молодцы, справились. Следующий конкурс называется «Посчитаем». И это один из самых сложных конкурсов. Сложный, но интересный. Я думаю, что вы с этим конкурсом справитесь. Вам дается фрагмент из произведения Сергея Васильевича Лукьяненко. Фрагмент дается с числовой записью. Вам необходимо записать числительное в правильной поддержанной форме. Справитесь с заданием, заработаете 1 балл. Задание перед вами. Время пошло на размышления о нам. Главное, я все ждала приговоре о том, что черт не пихает. Так, начинка так. Так, что мне распрости к ей больше. Больше. Это жизнь и жизнь. Больше чего нет кого-чего. Не поддерживай. Так, смотрите. Не поддерживай. Не поддерживай. Больше чего. Тысяч. Тысяч. Тридцать секунд. Еще есть время подумать, определиться все-таки с падежом. Время стекло. Аплодисменты участникам команд. Я слышала, как это было. Это были споры. И посмотрим сейчас на результат оживленных споров. Ну, кто первый? Тодес. Давайте. Бывается, да, у светлых магов, проживших более 2350 лет. Аплодисменты. Пожалуйста, эксперты. Это правильный ответ. Могли бы вы сказать, в каком падеже употреблены эти числительные? В родительном. Замечательно. Все просто идеально. Аплодисменты. А без задания это сложное. Не просто составное числительное просклонение, но и все части этого составного числительного, в том числе и сложное числительное, в котором склоняются обе части, входящие в него. Все сделано просто идеально. Умницы. Молодцы, девчонки. Аплодисменты вам. Команда Самородки, пожалуйста, прочтите нам фрагмент произведения. А я все ждал крика Ольги о том, что черный вихрь начал свой последний катастрофический рост, что я все испортил, сломал. И на совести моей больше 1670 человеческих жизней. Аплодисменты. Что скажут нам эксперты? Ну что, у нас есть надежда, что в скором времени все наше общество, все носители русского языка будут просто идеально употреблять числительные свои речи. Молодцы, ни одной ошибки так же. Валерий Павлович, пожалуйста, подведите итог этого конкурса. Все очень просто, обе команды получают по одному баллу. Молодцы. И аплодисменты от нас. Молодцы. Следующий конкурс называется «Кто я?». Ваша задача дать объяснение словам. Задача усложняется тем, что с этими словами вы не часто сталкиваетесь. Это агнонимы, лексическая или фразеологическая единица, которая неизвестна, непонятна или малопонятна одному или многим носителям. Я думаю, что вы справитесь. Я в этом уверена. Каждой команде дается по три слова. Если первая команда не справляется, вторая команда может попытаться заработать дополнительные баллы. И помните, что в этом задании вы можете воспользоваться подсказкой. Я думаю, эксперты вам будут рады помочь и, если что, озвучить подсказку. За каждый правильный ответ команда получает полбала. Слова перед вами. Берем пока первое слово. На размышление каждого слова 20 секунд. Время пошло. Осталось 10 секунд. А можно 10 секунд? Конечно, можно. Пока подумайте еще, пофантазируйте. Время истекло. Аплодисменты. Давайте начнем с команды самородки. Первое слово «Мегаполис». Мы считаем, что это означает какой-то большой город, густонаселенный, там развит очень. Абсолютно верный ответ. Спасибо. Аплодисменты вам. Тодес, давайте фантазировать. Я даже иду к вам. Пофантазируем вместе. Слово «минарет». Мы думаем, что это может быть связано с чем-то, может, военным, может, с миноретом. Не совсем военным. Но давайте подсказку. Действительно, был запрос на подсказку. Не самое простое слово. Со стороны «минарета» доносился вой Муэдзина. Я боюсь, что это слово тоже вам вряд ли что-то подскажет. Может быть, это какое-то место. Это место. Да. В котором происходит вот этот бой. Ой, аж как вам кажется. Окей, давайте тогда попробуем еще варианты. Церковь. Умница. А если точнее, то это башня на мечети. То есть церковь, да, в мусульманской традиции называется мечеть. И башня специальная как раз-таки в этой мечети называется «минарет». Молодцы. Молодцы. Аплодисменты вам. Очень сообразительные у нас участники. Берем второе слово. 20 секунд на размышления. Время пошло. Это, наверное, прием какой-то. Обороты. Осталось 5 секунд. Аплодисменты участникам команд. Ну что, кто готов? Кто начнет? Давайте. Давайте. Слово метаморфоза. Мы думаем, что это какой-нибудь лексический прием. Подумайте. Может, изменения. Ай, умница. Конечно. Самария, аплодисменты. Молодец. Самородки. Какое слово было у вас? Гравитация. И мы считаем то, что это притяжение, которое создает какой-либо большой объект. Абсолютно верно. Ой, какие молодцы. Ну что ж, берем третье слово. Третье слово и 20 секунд на размышления. Да, вы справились. Молодцы. Берем третье слово. Продолжается обсуждение. Осталось 10 секунд, а я не перестаю удивляться, как вы все успеваете и петь, и танцевать, и еще при этом. Интеллектуалы. Аплодисменты. Начнете? Давайте, самородки. Третье слово лайнер, мы считаем, что это как бы транспорт, с помощью которого передвигаются люди. То есть, допустим, бывает, ну лайнер, допустим, пускают на воду, может, корабль. Корабль, да, это одно из значений абсолютно правильное. Или, может быть, там, самолет, мы тоже называем так. И это второе значение, тоже абсолютно правильное. Молодцы. Молодцы. А визажисты бы добавили, что это еще и подводка для глаз. Аплодисменты вам. Команда Тодес. У нас слово крейсер. 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 Фантазируем, что это может быть. Давайте, вы сообразительные, вы можете. У нас немного разъяснения. Давайте, наверное, мы вам подсказку дадим, да, и вы еще чуть-чуть подумайте. Если это тот кристалл, то на нем до сих пор содержится вся информация с флагманского крейсера флота. Что такое морской флот? Как поступало? Собрание множества кораблей. Отлично. Если флот – это собрание кораблей, то крейсер флота – что это? Один. Один? Флот. Один корабль. Один корабль, конечно. Это военный корабль. Запомнили? Молодцы. Это главное. Аплодисменты вам. Молодцы. За этот конкурс команда «Тодос» получает один балл. Аплодисменты. Молодцы. Команда «Самородки» получает полтора балла. Молодцы. Ну что ж, друзья, переходим к четвертому конкурсу. Четвертый конкурс называется «Ударник». И как мы знаем, в русском языке ударение непростое, может падать на разные слоги. Иногда бывают такие ситуации, когда ударение ставим в совершенно непредсказуемых, казалось бы, местах. И остается только одно – запомнить это слово. Сейчас мы посмотрим, как вы справитесь с этим заданием. У вас будет ровно одна минута на размышления. Время пошло. Слова перед вами. В этом конкурсе максимально можете заработать один балл. Интересные слова. 30 секунд осталось. Осталось 5 секунд. Команда «Самородки» сомневается с ударением. Время истекло. Аплодисменты участникам команд. Ну что, команда «Тодос». «Тодос» готовы? «Имперские ударения на «Е». «Исчерпать» – ударение на «А». «Договор» – ударение на последнюю «О». «Статуя» – ударение на «А». «Квартал» – ударение на «А». Последнюю. «Свекла» – ударение на «А». Если «Ё», то «свекла». «Свекла». А если «Свекла» – «На «Ё». «Свекла» – «На «Ё». У нас «Свекла» – «Правильно». Молодцы. Дальше. «Генезис» – на вторую «Е». «Досуг» – на «У». «Загудя» – здесь мы думаем, что на «Я». Но есть сомнения. «Каучук» – на последнюю «У». Аплодисменты вам. Послушаем, что скажут нам эксперты. Эксперты, пожалуйста, прокомментируйте. Андрей Феликсович. Вы в целом очень хорошо справились с этим сложным заданием. Вот разные слова, разные по степени, вот частотность употребления слов разная. С этим еще бывают связаны ошибки. Например, прекрасно поставлено ударение в слове «имперский». Абсолютно верно. Слово «исчерпать», вот, к сожалению, норма произношения. «Исчерпать». Да, вот «черпать», «исчерпать». Вот сейчас уже стали улыбаться, поняли, в чем ошибка. Договор прекрасно. Спасибо вам за договор. Да, спасибо за договор. Спасибо, что слова типа «статуя» здесь не звучат. Замечательно. «Квартал», «свекла». Вот выбрали правильный вариант, вот остановились на нем. Молодцы. «Досуг», «каучук». Ну вот ошибки «генезис», слово все же книжное, да, слово, которое в разговорной речи не употребляется. Соответственно, вот с этим, видимо, ошибки, постановки ударения в данном слове. И «загодя». «Загодя». То есть три ошибки, а остальные слова прекрасно разобраны. Молодцы. Самородки, что скажете? Первое слово «затемно». Ударение на букву «А». Инстинкт. Ударение на букву «И». Документ. Ударение на букву «Е». Портфель. Ударение на букву «Е». Каталог на «О». Согнутый на «О». Грошовый на «О». Каталог на «О». Вторую. Тевтели на «Е». Вторую. Искоса на «И». На «Отмаш» на «О». Аплодисменты вам. Ну что, спасибо команде Самородки. Вы практически оставили нас без работы. Остается только сказать, что все абсолютно верно. И даже то самое слово «тефтели», которое когда-то было «тефтели». Но норма, естественно, меняется с течением времени. Сейчас мы многие слова уже можем употреблять не так, как их употребляли, допустим, наши с вами предки. Поэтому ваш вариант вот сегодня уже, в 2019 году, абсолютно правильный, как и все остальные слова, предложенные вам. Молодцы. Ни одной ошибки. Аплодисменты. И, пожалуйста, подведем итог этого конкурса. Команда «Тодос» получает 0,7 балла. А команда «Самородки», благодаря тому, что в последний момент просто исправились и правильно произнесли каталог, получает 1 балл. Молодцы. Друзья, следующий конкурс называется «Слитно-раздельно» или «Дефис». Очень часто мы сомневаемся, сколько слов перед нами. Одно, два или более. Посмотрим, как вы справитесь с этим заданием. У вас будет 1 минута, 5 слов. И помните, что в ваших словах допущены умышленные ошибки. Время пошло. За каждое правильное слово можно заработать 0,2 балла. Всего в этом конкурсе, не допустив ни одной ошибки, можно заработать 1 балл. 30 секунд осталось. Время истекло. Аплодисменты участникам команд. Давайте посмотрим, что же у вас получилось. Команда «Тодес», какие слова были у вас? Будто бы. Мы оставили раздельно. Видео и аудиофайлы. Видео и аудиофайлы. Ну, все раздельно. Так. Поллимона мы написали раздельно, без ничего. Необходимое мы оставили слитно, чтобы и в скобочках не случилось. Мы написали раздельно. Вам аплодисменты и послушаем, что нам скажут эксперты. У вас три из пяти позиций получилось правильных. Молодцы. Это больше половины уже здорово. Одну позицию я не буду комментировать, дабы не подсказать второй группе пока что. Тогда послушаем, что нам скажут самородки. Первый случай не на йоту мы написали. Мы ничего не изменяли так раздельно. Машина и приборостроение. Приборостроение написали слитно, машина и отдельно. То есть полгода слитно. Неурядица слитно. Как бы раздельно. Как бы не раздельно. Аплодисменты вам. Ну теперь мы можем прокомментировать Герман Михайловна. Скажите, пожалуйста, машиностроение, если бы у вас было слово, как бы вы его написали? Ну, слитно. Слитно. Да. Да, точно так же, как приборостроение вы написали слитно. А вот в случае, когда у нас с вами есть часть слова и слово целиком, подумайте, как бы это логично было написать? То есть мы должны же как-то показать, что это часть слова. Хороший вопрос. Дефис. Да. После машина необходимо было добавить дефис. И приборостроение абсолютно слитно. И я так понимаю, сейчас команда Тодес сразу сделала работу над ошибками. И поняла, как надо писать видео и аудиофайлы. Спасибо большое. Аплодисменты. Знаете, что мне нравится в нашей программе? Мне нравится, что эта программа полезна не только для детей, но еще и для родителей. Родители, согласитесь, ведь мы многие правила сейчас сидим с вами и вспоминаем. Аплодисменты нашим экспертам. Мы им очень благодарны. Кире Михайловне, готовы ли мы подвести итог этого конкурса? Всегда готов. Итак, команда Тодес получает 0,6 балла. И команда Самородки получает 0,9 балла. Аплодисменты. Молодцы. Друзья, сегодня в нашей студии присутствует руководитель ростовской студии школы Аллы Духовой Тодес. Ольга Белинская. Ольга, вам аплодисменты. Аплодисменты. Рады вас видеть. Ну давайте, расскажите нам всю правду. Как у вас все происходит? Сколько тренировок в неделю проходит, чтобы вот такой был результат? Ребята у нас занимаются все три раза в неделю. По часу 15. Но когда мы готовимся на какие-либо мероприятия, то, конечно, у нас есть дополнительные уроки, дополнительные часы. Потому что мы не укладываемся в три раза в неделю. А скажите, не бывает... А это, наверное, я у девочек спрошу. Когда вы готовитесь к различным соревнованиям, не бывает проблем в школе? Учителя не жалуются, что, например, не успеваете? Ну... Есть некоторые учителя. Давайте честно. Есть некоторые учителя, но это зависит от характера человека более, чем... А некоторые, наверное, с пониманием относятся. А некоторые относятся с пониманием. Но также нам предоставляют часто справки о том, что мы можем пропустить занятия. Спасибо Ольге за справки. Да, и мы иносим их в школу. Так что нормально. Ну и напоследок, есть ли у вас какая-то волшебная фраза, которую вы произносите девчонкам перед выступлением? Вот так сказала, они пошли и все сделали на отлично. Не станцуете хорошо, на глаза не появляйтесь. Она... эта фраза работает. Работает. Волосы. Друзья, также в нашей студии присутствует руководитель вокальной студии «Самородки» Олеся Лужкова. Олеся, вам аплодисменты. Рада вас видеть. Скажите, пожалуйста, как часто ребята занимаются вокалом? Занятия в студии проходят два раза в неделю. Вот так часто. Два раза. Знаете, какой вопрос меня интересует? Я так понимаю, что это народные песни? Или не всегда? Ну, у нас в основном, конечно, народный репертуар, но тоже не всегда. Мы готовы на любой концерт, на любую тематику исполнить песню. Мы и акапелла, и под фонограмму, и под минус, и под баян. По-всякому умеем петь. Все умеете. Аплодисменты вам. Песня «Самородка» Бывает ли ситуации, ну, здесь, наверное, все так скромно молчат, правду не расскажут. Бывают ли ситуации, когда вы выбрали песню как руководитель, но видите, что, например, Мария категорически не хочет петь именно эту песню? Ну, вот бывают случаи, когда год мне ребенок говорит, я не хочу ее петь, она мне не нравится, а потом начинает петь, и она ему в это время начинает уже нравиться, когда вот он ее учит. И так бывает. Спасибо большое. Аплодисменты вам. И тем, как хотим, мы подготовили стих. И хотели бы его рассказать. С удовольствием послушаем. Мы что, начнем? Становимся мы с каждым днем все лучше и мудрее. Нас окружают грамотные люди. И ведь берем примеры по сути, мы с тех, кто старше и умней. И, может быть, возьмут примеры с нас, когда возьмем все кубки и медали, когда на сцену выйдем мы в тот час, станцуем так, как на одном дыхании. И будем мы счастливыми стоять, когда зааплодируют нам стоя, тогда поймем, берут примеры с нас. Все потому, что танцевали мы с душой. Ведь Тодес есть и будет нашим домом. Все педагоги наши есть опором. Всегда поддержат при любом раскладе. Мы любим их и огорчать не будем. Ведь Тодес вместе сила, которая непобедима. Молодцы! Когда мы были на войне, Когда мы были на войне, Там каждый думал о своей любимой или о Жанне. Там каждый думал о своей любимой или о Жанне. Спасибо, Владимир! Сейчас мы подумаем о шестом конкурсе, друзья. Он называется «Мастер истории». Этот конкурс самый интересный, самый творческий. За трибунами сейчас останутся или капитаны, или тот участник, которого выберет капитан команды. Вы уже определились. Команда Тодес. Самый смелый. Кто из вас? Капитан. Капитан. Ну, как всегда, капитан будет отдуваться. Аплодисменты Розалии два шага назад. В самородке вы определились? Алина. Алина. Аплодисменты Алине. Мы выбрали слова из произведения Сергея Васильевича Лукьяненко. Слова начинаются на одну букву. Для команды Тодес на букву Д, для команды Самородки на букву Ш. Ваша задача составить рассказ с этими словами. Такой рассказ называется «Тавтограмма». Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Вы берете эти 10 слов, можете добавлять слова на эту же букву, можете добавлять предлоги. На размышления будет 2 минуты. Задание перед вами. Время пошло. Помните, что в этом задании творческий подход и юмор приветствуются. Это может быть смешной рассказ. Розалия, все правильно, да? Вы меня правильно поняли. Попробуйте рассмешить наших экспертов. В этом конкурсе можно заработать 2 балла. Один балл за подачу, один балл за содержание. Старайтесь использовать все слова. Предлоги, да. Такой рассказ, который у вас получится, называется «Тавтограмма». Все слова начинаются на одну букву. 30 секунд. Осталось 10 секунд. Как интересно. Пять секунд. Что же получилось? Время истекло. Аплодисменты Розалии и Алине. Ну что, кто из вас начнет? Сами выберите. Алина? А вот мне интересно, так как Алина вокалистка, можете выбрать какую-то мелодию и то же самое просто нам пропеть. За подачу здесь же учитываются дополнительные баллы. А швея шила шарф, шпион шагал шумно. Аплодисменты Розалия. Деньги делали добро. Дождь за дверью дома. Детство, драка и дозор за окном дракона. Аплодисменты. Молодцы. Ну что, это тоже непростой конкурс. Конкурс творческий. Но вы представители творческих профессий, можно так сказать. Уже почти профессионалы, судя по исполнению, судя по подаче. Два балла получает Тодес. И полтора балла получает самородки, команда самородки. Потому что не все слова использовали, да, могли бы использовать побольше слов. Но тем не менее, мы считаем, что обе команды справились. Справились прекрасно. Таким образом распределились баллы. Молодцы. Ера Михайловна, пожалуйста, подведите итог всей программы. Всегда приятно подводить итоги. И приятно, что команды на разных этапах проявляли себя по-разному. И это очень здорово. То есть ты следишь, ты не понимаешь до конца, что, кто. Вроде бы должен быть формально хотя бы победитель. Но нет, интрига держится до последнего. И даже когда ты считаешь баллы, ты видишь, например, как сегодня, что у обеих команд по шесть баллов. И дальше возникает вопрос, а что там с десятыми тоделями? Потому что с баллами все одинаково. Ну что ж, друзья мои, не буду вас томить. Команда «Тодес» шесть баллов ровно. Молодцы. И это великолепный результат. Шесть баллов – это очень хорошо. И команда «Самородки» получила за игру 6,8 баллов. Аплодисменты. Мы вас поздравляем, друзья мои. И напоминаем, что в нашей игре нет проигравших, потому что нас объединяет любовь к русскому языку, к великому и могучему русскому языку. Молодцы. Мы вас поздравляем. Поздравляем вас. Молодцы. Поздравляем. Ну где же наши аплодисменты? Молодцы. И, конечно же, благодарим наших экспертов. Спасибо вам большое. Без вас мы бы не справились. Спасибо. Это была увлекательная, развивающая и познавательная игра «Грамотейка». Если вы хотите, чтобы ваша команда приняла участие в программе, присылайте заявки на электронную почту, адрес которой вы видите на своих экранах. Учите русский язык и побольше читайте. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».